Время новостей на телеканале Дома о самых важных и актуальных событиях, которые произошли в Украине и в мире, сегодня в студии. В прямом эфире рассказываю я, Андрей Джуджула. Добрый день. Закрепить особый статус Донбасса в Конституции Украины невозможно. Народный депутат, участник политической подгруппы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин объяснил. Этот вопрос можно регулировать разными юридическими интерпретациями минских договоренностей, не меняя Конституцию. Украина планирует предложить альтернативные планы воплощения соглашений в жизнь, не приступая к красных линиям, на которые согласятся стороны ТКГ. Минские договоренности являются политическими, то есть они не являются межгосударственным соглашением, поэтому понятно, что они несколько по-другому регулируются. Все-таки соблюдение политических договоренностей всегда происходит в формате консенсуса, когда все готовы продолжать обсуждение. Они изложены простым языком, но все же некоторые пункты там предусматривают разную интерпретацию с юридической точки зрения. Нет никаких рисков. Особый статус Ордло невозможно включить в Конституцию Украины. Официальный Киев не рассматривает выход из переговоров в нормандском формате по Донбассу. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, через год после саммита в нормандском формате президент Украины планирует продолжать переговоры с Владимиром Путиным, поскольку за прошедший год такая стратегия дала существенный результат. Сейчас уже некорректно говорить о планах А, Б и тому подобное. Мы комбинируем элементы различных стратегий и продолжаем переговоры во всех форматах, которые могут принести и уже приносят для Украины абсолютно конкретные положительные результаты. Финансовая помощь для переселенцев. Владельцы микробизнеса и самозанятые лица с Донбасса могут получить до 1000 долларов. По сообщению Датского совета по делам беженцев, программа финансовой помощи коснется жителей подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, чья экономическая активность пострадала или перестала функционировать из-за карантинных ограничений, действующих в Украине. Необходимо восстановить ответственность чиновников за недостоверное декларирование. Такое заключение дала Венецианская комиссия по закону президента Украины о Конституционном суде. В ее выводах также говорится, в законе должны быть более подробные санкции за ложь в декларациях. При этом функции и полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции полностью восстанавливаются, кроме проверки судейских деклараций. Это будет выполнять высшая квалификационная комиссия судей. Это заключение утвердят на заседании завтра, 11 декабря. Самая большая ценность для украинцев – свобода. Об этом говорят результаты масштабного социологического исследования Фонда демократической инициативы. Подобный анализ проводится каждые два года. В топе ценностей наших сограждан неизменно находится свобода, справедливость и безопасность. Наибольший рост за последние четыре года в рейтинге ценностей показали ответственность и толерантность. Касательно последней, респондентам задавали дополнительные вопросы. Мы спостерегаем позитивную тенденцию, потому что поединение этих червоных и помаранчевых кольоров, стосовно того, что можно обмеживать, и что можно обмеживать за певных обстоятельств, воно зменшилось. Практично на 5% зменшилась готовность людей обмеживать разные социальные группы. И этот показатель довольно позитивный. Слезоточивый газ, погромы и сгоревшая новогодняя елка в столице Албании, Тиране, второй день подряд. Происходят жесткие столкновения между протестующими и полицейскими. Причиной митингов стало убийство полицейскими 25-летнего Клодиана Раша. По сообщению местной полиции, Раш не подчинился приказу полицейского и нарушил комендантский час. Также упоминалось, что погибший имел при себе оружие. Но позже полиция эту информацию опровергла. Албанские протестующие требуют отставки министра внутренних дел. Я служу только своей семье, но не политике. Сегодня я похоронил сына. Позвольте государству сделать свою работу. Пусть виновный займет то место, которое он заслуживает. Дайте нам проблеск надежды, чтобы мы могли растить детей в этой стране без стеснения и страха выйти на улицу и не вернуться. И никому не пожелаю подобного. Беларусь прекращает работу наземных пунктов пропуска на своих границах. Выезд беларусов в другие страны через автомагистрали по железной дороге отныне разрешен только в экстренных ситуациях. Власти объясняют это борьбой с распространением COVID-19. При этом авиасообщение работает в прежнем режиме. Иностранцы при въезде в Беларусь должны предоставить негативный ПЦР-тест и пройти 10-дневный режим самоизоляции. Парад в честь окончания боевых действий в Нагорном Карабахе проходит в Баку. На марше собралось более 3000 военнослужащих. На площади Свободы находится до 150 единиц военной техники. Кроме того, показана трофейная техника, захваченная азербайджанскими военными во время боевых действий. На параде присутствует президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Раджеп Таиб Эрдоган, который прибыл в Баку с официальным визитом. Почти 190 километров трассы государственного значения обновили за этот год Черкасской области в рамках правительственной программы «Большое строительство». Это наибольший объем дорожных ремонтных работ, проведенный в независимой Украине. Помимо капремонта, самой дороги также реконструировали путепроводы, мосты и развязки. Большинство объектов уже сдали в эксплуатацию. На некоторых проводятся финальные работы по укреплению обочин, нанесению дорожной разметки и оборудованию знаками. По словам руководителя службы автодорог Черкасской области, новая дорога прослужит десятки лет. Более 8 миллиардов гривен за последние шесть лет выдало государство в рамках программы «Теплые кредиты». Главная цель – обновить старый жилой фонд и минимизировать теплопотери в отопительный сезон. Снизить расходы на коммуналку в два раза и сэкономить миллионы – уже наработанный опыт многих ОСМД. История энергоэффективного дома далее. Десять лет назад этот дом продавался ветрами, не сохранял тепло, а крыша щедро впитывала дождь и талую воду. Теперь все эти проблемы позади. В 2012 году жители создали объединение со владельцем многоквартирного дома. А еще через три года взяли кредит и модернизировали здание. От крыши до подвала. Когда заходишь в подвал, у нас нет трубы, не течут. Все тип-топ, крыша не течет, крыша отремонтована. Векна поменяны. Ну, в парадному ваду. Сердце дома и основной механизм экономии в одной комнате – это индивидуальный тепловой пункт с автоматическим балансером. Он реагирует на погоду и подает тепло в квартиры в зависимости от температуры на улице. Тут стоит датчик температурный на улице. Стоят насосы, которые циркулируют, передают принудительно подачу воды. Тогда она шла самотеком. А сейчас она быстрее идет и не остывает. Сколько гигакалорий потрачено, Любовь старательно записывает в журнал. У меня программа стоит в компьютере. Я каждого дня могу, или раз в неделю, или каждого дня, видеть споживание гигакалорий на наш будильник. Результат такой педантичности – уменьшение стоимости отопления чуть ли не в половину. Работы в доме не закончены. В планах благоустройства подъездов и установка новых лифтов. Для этого тоже будут брать кредит в следующем году. В Киевской мэрии обещают продлить предназначенную для этих целей программу. У нас уже 600 будинків. Кожного року ми маємо більше 100 проєктів. Тобто полним ходом программа продовжується. И не дивлячись на велику складність с бюджетом, с грошима в наступному році, все ж таки программу ми продовжуємо. Теплые кредиты – это кредитная программа Государственного агентства энергоэффективности. В Украине она действует с 2014 года и предлагает компенсацию из государственного бюджета части банковского кредита на утепление домов – от 40 до 70% от суммы займа. Параллельно с государственной программой аналогичные проекты начали появляться и в украинских городах. Теплый дом во Львове, энергодом в Одессе, 70 на 30 – в Киеве. В 2021 году на утепление домов предусмотрено 150 миллионов гривен. Помимо энергоэффективности, планируют компенсировать кредиты на зарядные станции для электрокаров или на интеллектуальные счетчики электроэнергии. За шесть лет работы проекта почти 850 тысяч семей стали участниками программы «Теплые кредиты» и инвестировали в энергоэффективность около 9 миллиардов гривен. Почта Деда Мороза открылась в Одесском зоопарке. Посетители могут отправить новогодние открытки любимым обитателям зверинца, а также написать письмо Деду Морозу и бросить ее в волшебный ящик. В зоопарке такую акцию проводят впервые. Организаторы обещают прочитать все пожелания и по мере возможности их исполнить. 31-го мы его откроем и будем читать все, что там написано. В общем-то, это для того, чтобы детям было интереснее какой-то кусочек сказки создать, как-то привлечь больше посетителей в зоопарк. Но если в этих пожеланиях будут такие вещи, которые зоопарк в силах исполнить, то мы их будем исполнять. На этом у меня все новости к этому часу. Я же с вами прощаюсь до завтра. Следующий выпуск новостей смотрите уже с моим коллегой. Ну и я напоминаю вам о том, что страницы телеканала Дом есть в YouTube, Facebook, Instagram и Telegram. Подписывайтесь, комментируйте и следите за нами в удобное для вас время. Хорошего вам дня и спасибо, что смотрите телеканал Дом. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!